Это охрана. Горит штабель и огонь перенесся на сушилку. ЧП на фондоке произошло днем. Причины неизвестны. Есть пострадавшие. Это все, что знали мы на момент прибытия на место. К счастью, все происходящее оказалось масштабными учениями. Сейчас по сценарию дружина фондока ликвидирует возгорание, но буквально через несколько минут здесь должны появиться сотрудники МЧС. Пожарные подразделения прибыли по реальному тревожному звонку. Дальше действия по легенде. Пока дружина защищает крайние штабеля, спасатели выполняют боевую задачу. Тушат сушилку. Параллельно вытаскивают человека из колодца. Все благополучно, но на этом беды не заканчиваются. Воображаемый пожар провоцирует выход химических радиационных веществ в воздух. За алгоритмом действий наблюдают специалисты и коллеги из дружины. В случае реального ЧП хватает ли у вас собственных сил, чтобы ликвидировать хотя бы минимальный какой-то очаг возгорания? Ну минимальный, да. Но большого нет. Три человека всего. А что касаемо материальной базы, что у вас сегодня есть в наличии? Ну материальный, да, вот автомобиль. Второй сейчас вот в строй ведут. Как признались сотрудники предприятия, мелкие возгорания здесь частое явление. Однако к силам городских подразделений не прибегают. Знаний и средств тушения достаточно. В качестве подтверждения конкретные факты. Порядка 2-3 недели назад произошло возгорание проводки, которое в течение одной минуты было оперативно потушено работниками фанерного завода. Руководитель предприятия уверен, нет ничего важнее человеческой жизни. Поэтому заинтересован в проведении подобного рода учений и вложении средств в обеспечение безопасности производства. Насколько все верно, могут оценить специалисты. Уже после представитель Могилевского управления дал оценку действий всех структур. Пожарная команда ФАДОКа прибыла вовремя. Провели боевое развертывание. Все сделали правильно и четко. Точно так и наши подразделения Бобруйского ГРУЧС прибыли, среагировали на ситуацию и ликвидировали. Такие учения сегодня проходят по всей республике. На днях в столице спасатели проводили подобные мероприятия в Минском метро. В обручении пока планируют ограничиться промышленными гигантами. Следующей локацией для масштабной подготовки станет Белшина. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Бобруйск, 360.